Утро страны на телерадиоканале Страна ФМ. Ох, как права Айова! Мы отличная пара в эфире телерадиоканала Страна ФМ. Валерия Майорова и ко мне уже присоединился Сергей Пелси. Привет, доброе утро! Добрый, добрый, добрый день. Да, добрый день, доброе утро. Как тебе даются ранние подъемы? Ты вот артист, который, мне кажется, больше ночной жизни живешь. Да нет, я просто в принципе не сплю. Ну это нормально, если получается, если организм тебе это позволяет, то это просто замечательно. Где твой друг-товарищ, расскажи нам. Мой друг-товарищ ускоряется, надеюсь. Ускоряется и бежит сюда со всех ног. Я думаю, что он нас сейчас слышит, поэтому, Максим, мы верим в себя. Давай-ка, приходи. И премьера песни в живом исполнении. Все наши слушатели и зрители уже замотивированы, они давно ждут этого. И если, кстати, слушатели и зрители захотят высказать вам какие-то комплименты, то давай им скажем телефон WhatsApp и Viber. Давай. Давай. 8-909-928-1-89-9. Ну а теперь давай рассказывай о себе. Ты же вообще очень серьезный исполнитель. Я знаю, что у тебя уже два студийных альбома. То есть ты прям такой артист, который пришел на шоу песни абсолютно готовым. То есть тебя не нужно было натаскивать с нуля? Можно и так сказать, да. Наверное, так и есть. А как тебе пришла вообще в голову идея пойти на этот кастинг? Меня друг уговорил. То есть я же вообще совсем другой движухи. То есть не телевизионная. И очень музыка моя далека от этого. И все, чем я занимался, очень далеко от этого. Мы занимались батл проект Слово. Это первый такого формата батл рэп проект в стране. То есть это до Версуса и так далее. То есть такая андеграунд движуха. И тут мой друг в прошлом году говорит, мы к тебе серьезный разговор. Пойдем. Зазащил меня в барчик, сел со мной. И где-то часа два меня уговаривало, чтобы я пошел на кастинг. А почему тебя пришлось уговаривать? Почему ты не хотел? Ну вот муж, да я же вообще не моя история. Ну то есть у нас в принципе, ну и у меня, и у большинства, мне кажется, людей в нашей стране нет такого прям доверия к телевизору, да, по крайней мере у молодежи. И если это какой-то проект из телевизора, ты сразу думаешь, что все там куплено, подставлено, будут какие-то там рамки форматов и т.д. и т.п. То есть предвзятые отношения. И ты такой, блин, я же трушный чувак. Какой телевизор, вы о чем? Вот. И я пошел только ради него. Слушай, ну по поводу того, что ты трушный чувак, я помню, что были у тебя какие-то высказывания, что многие люди на камеру меняются, и только единицы в кадре и за кадром остаются самими собой. Вот тебе удалось как-то все-таки быть самим собой, несмотря на то, что приходилось себя наизнанку выворачивать? Да, да, безусловно. Это как бы, ну, было таким основным вектором движения. Да, в принципе, по жизни оставаться собой максимально, насколько это возможно. На что удалось? Вот сложнее всего. Вот я тебя попытаю, да, потому что все-таки реалити — это такой формат. Некоторые приходят и говорят, э-э-э-э, я там зажигал, мне было круто. А некоторые говорят, вот приходилось каждый день перешагивать через себя. Ну, перешагивать через себя, наверное, не приходилось все-таки. Сложнее всего — это изоляция от внешнего мира. Это очень непривычно. То есть ты полностью изолирован от близких, от друзей, от социальных сетей, вообще от связи с внешним миром. Мы не знали новостей. Там кое-как иногда кто-то нам что-то сливал, просачивалось, например, про то, что там Кореи подружились вроде как. Больше мы ничего не знали. Мы не выходили на улицу, только там в сопровождении, когда мы там перемещались на съемочную площадку. Ой-ой-ой-ой, это тяжело. И длилось это полтора месяца. Но зато ты там нашел новых друзей. И нам даже с сотрудниками, то есть у нас были администраторы, да, и официально нам было запрещено общаться с сотрудниками, и за общение с нами они получали штрафы. Вот это условие, вот это страсти. Но ничего, хорошо, что все-таки удавалось общаться, удавалось подружиться. Да что я, я это знаю. Спасибо тебе большое, потому что я тоже, знаешь, понедельник утром, как могу, так и говорю. Ну, мы продолжаем. Сергей Пелси у меня в студии находится сейчас. Салют-салют-салют-салют. Мы ждем Максиму Свобода. Он пока свободен, но скоро мы его захомутаем. Да, займем в прямом эфире. Слушай, твои поклонники и поклонницы активировались, пишут, Сережа, а с кем будет твой следующий фит? Модное такое слово. Сергей пришлось объяснять мне, что это значит. Да, фит, совместная песня. Пока они планируются. Ну, то есть у меня всегда, ну, как сказать, такой подход к совместным песням, что она должна сама как бы родиться. То есть не так, что, так, теперь я хочу сделать фит вот с этим человеком, а теперь вот с этим. Вот, нет, то есть ты слышишь демо или сам пишешь и думаешь, о, а вот здесь бы круто слушался вот этот человек. Или ты слышишь, там кто-то тебе показывает демку, да, из друзей, и ты такой, о, вот сюда я бы написал куплет. Слушай, а бывает, ну, то есть вот работа по заказу, например, тебе скажет, напиши песню к этому фильму, и ты не сможешь? Я не умею, нет. Не можешь. А вот сейчас, когда ты работаешь над новым альбомом, ты же мне уже рассекретил эту информацию, что ближе к Новому году мы ждем от тебя пополнения, будет третий твой студийный альбом. Сколько там будет исполнителей помимо тебя? Кого ты будешь приглашать? А вот я же говорю, не знаю. Ну, то есть это происходит в процессе создания песни. Приходят какие-то идеи и так далее. Есть какие-то наверняка там артисты, которые изначально ставят цель, что мне там на альбоме для хорошего промо либо еще что-то нужен, не знаю, баста или там еще кто-то. У меня такого нет, я так не умею просто писать. То есть я не могу писать на заказ, когда нужно там о чем-то написать. Ну, мне это тяжело дается. И не могу вот так вот прогнозировать. То есть если в какой-то трек, на мой взгляд, или на взгляд там какого-то из артистов, ну, покажется, что нужен там куплет такого-то, такого-то гостя, да, мы попробуем это сделать. Но таких задач пока нет. Главное, музыку хорошую делать. Легко договоренности в рэп-тусовке? Все друг друга знают, прям звонишь и говоришь, а давай вместе споем, и никто обычно не отказывает? Нет, это, извиняюсь, это точно так же. То есть если человеку нравится то, что ты делаешь, нравится там демо, которое ты присылаешь, это происходит легко. Если не нравится, говорят, сорян, братан, это моя тема. А я почему тебя так спросила, вот ты говоришь, что ты пока не знаешь, осталось-то всего 4 месяца, а ты, видимо, как студент, который диплом пишет накануне. То есть ты себе поставил цель, что ты к Новому году выпускаешь альбом, но пока еще у тебя все... Ну, есть куча наработок, куча демок, есть даже один сингл, который уже вышел, и я думаю, он все-таки войдет в альбом на вылет. Вот, то есть работа кипит. Параллельно еще идет тур песен. У нас там очень много городов, сейчас у нас небольшой перерыв, 2 или 3 недели. Вот, потом тур продолжается, и вот в этих промежутках нужно успеть все дописать, чтобы зимой выпустить свой альбом и потом в свой тур. Слушай, а вот по поводу тура ты заговорила, ведь правда, ты сегодня с самолета, прям вот прям прилетел и прибежал. Ну, я успел поспать час. Молодец какой. Ну, ничего, час это достаточно для молодого, здорового организма. Мы прямо сейчас прерываемся на рекламу, потом мы надеемся, что Максим уже появится у нас в студии, и мы вместе зажжем. Хе-хе-хе, вот движняк-то наступил какой. К нам, значит, Максим Свобода бежал, 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 прибежал, говорит, а что вы сидите, вставайте, вставайте. А я сам сел, да? А ты чего сел? Мне нравится, когда все сидят, а я стою. Или наоборот. Мы сейчас как будто на дебатах. Мне нужно стоять напротив тебя. Сергей Петрович. Слушай, ну мы тебя приветствуем, мы тебя очень сильно ждали, и сразу прям сообщение от поклонников тебе. Почему Сережа не опоздал из Краснодара, а Макс Москвич опаздывает? А? Москвич. Ну, пробки там всякие в метро. Потому что он заглох. Я старался ехать, а там как-то все медленно продвигается. Ну, ну ничего, мы тебя прощаем. Спасибо. И, слушайте, тут тоже такой хороший вопрос, причем вопросы все без подписи. Ребят, вы подписывайтесь, я думаю, ребятам будет интересно знать, от кого они получают вопросы. Спрашивает, чем тебе импонирует Максим, ты постоянно за него топишь, и такой же вопрос к Максиму. Перевожу. То есть, на чем вы сошлись, какие качества характера друг друга вас подружили? Слушай, ну просто в шоу не было никого более занубийного. чем Максим, и я подумал, что ему нужна моя поддержка по жизни. Ну, типа того. Да нет, на самом деле просто мы крутые, вот, хорошие, и друг другу нравимся. Не знаю, что ответить. Как вообще люди дружат? Ну, вот подружились, и все. Мне очень нравится та музыка, которую Макс делает. Вот. Человек он так себе, конечно, а музыка крутая. Да и человек он прекрасный, что ты нам тут рассказываешь. Итак, раз уж мы заговорили про музыку, я думаю, сейчас нужно всех наших слушателей, слушниц покорить, поразить вашим живым вокалом в утреннем эфире. А утром петь ведь гораздо тяжелее, чем вечером. А простывшему петь еще. А учитывая, что мы этого ни разу еще не делали, это же релиз, наша новая песня, она вышла буквально два дня назад. Да, вживую она ни разу еще не исполнялась. Настоящий скрутив. Ребята, все поддерживают, все держат кулачки, все держат пальцы крестиком, хлопают возле приемников и телеэкранов, а мы начинаем. Боже мой. Так. Можно громче? Мои сильные стороны В песнях поломанных Я успею ускориться Твои ржавые волосы Не успокоятся Я успею ускориться Забирай мои песни Струнами тоже Возьми Мне нужно ускориться Лучше ускориться Батареи разряжены В этой стране Мы одни Нам нужно ускориться И написать о любви Три Это же Вниз Я лечу На карниз Мне нужно ускориться Лучше ускориться Три Это же Вниз Я лечу На карниз Мне нужно ускориться И написать о любви Утренние танцули Танцуй, Сергей Я очень танцую Время замедляется И по стиле стекает на пол Мои люди все под черным флагом Нам несут не камер Черт возьми Походу это слава Мне нужно ускориться И рассказать о главном Мы на ракетах Улетаем в космос Остановить Термагеддон Пока не поздно Еще столько слов Не сказано И песен не записано Но на ракетах Именно свобода Независимость Ты смотришь в мне в глаза Пытаешься понять О чем я Тогда скажи Что прячется За взглядом обреченных Мы говорим На шифрах Они смотрят запрещенным Ведь все что я могу сказать Мик станет запрещенным Чет обрываю На три Чертов динамик Хрипит Мне нужно ускориться И написать о любви Три Это же обниз Я лечу На карниз Мне нужно ускориться Лучше ускориться Три Это же обниз Я лечу На карниз Мне нужно ускориться И написать о любви Утренняя дискотека Максим Свобода И Сергей Викторович Билси Ноги на ширине плеч Три Четыре Три Это же обниз Я лечу На карниз Мне нужно ускориться Срочно ускориться Три Это же обниз Я лечу На карниз Мне нужно ускориться И написать о любви Вау Три Три Держите меня семеро, я влюблена сейчас вот просто в вас обоих, вы такие классные, у вас такая энергия, меня прям так проштырило, я подумала, что я могла бы вот на ваших концертах чепчики в воздух бросать, но я так понимаю, что тут без меня желающих полно, и поэтому, если вы не против, я продолжу читать вопросы от ваших поклонников. Спасибо, ребята, за крутые треки, на репите нон-стоп приезжайте в Дагестан с концертами, ну и Макс, понравилась ли тебе тетрадка от поколения Свободы, и какие подарки от поклонников? Мне понравилась, кстати, моя тетрадка, моя тетрадка от поколения Свободы. А что у тебя написано, а у тебя обезьянный какой-то, да, с черным флагом. Обезьянный с черным флагом, и вот так, где вообще-то. Надо, кстати, сказать, отдать должное вообще нашим фанатам и их подаркам, они супер-мега-креативные, ребята, огромное спасибо, мы все ценим, все забираем себе и тащим домой. Все, ну а вообще необычные подарки самые какие? Мне подарили доску с гвоздями. Зачем? Эти гвозди в форме твоего логотипа, если что. Да, 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 очень, это красиво, но очень тяжело было. Мне подарили, вот честно, очень крутые у меня фэны, вот, 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 видишь, бэкпэк такой кожаный? Вижу. Вот, они сделали его на заказ, я так понимаю, там с вышитым черным флагом. Бэкпэк это рюкзак, перевожу стартерский язык. Вот, и AirPods они тоже забрендировали и подарили, блин, очень круто. Ой, я сейчас должна подойти поближе и все это рассмотреть. Ну а мы прервемся и вернемся буквально через несколько минут на телерадиоканале «Страна-ФМ». «Утро страны» на телерадиоканале «Страна-ФМ». Ну что, доброе утро, мои родные люди, доброе утро, мои родные гости. Сергей Пелси, Максим Свобода, ребята. Ну вот я вам еще раз говорю, я под сильнейшим впечатлением от вашей песни. Вот что-то в ней такое есть, что кровь кипит и хочется, я не знаю, влюбиться отчаянно. И тебе снова 16. И мне снова 16. На дискотеку идем. Но я же хочу знать историю этой песни, создания от начала до конца. Кто вдохновил, как вы ее вместе решили сделать, как вот в нее рэп влился, как все это было? История, как влился рэп в мою песню, я так и не понял, как это произошло. Ушлый краснодарский Сергей Пелси как-то это все замутил, но зато получилось намного лучше, мне кажется, чем могло бы быть. Спасибо, наконец-то я это признал. Ладно, спасибо тебе только быть. Максим прислал демку мне. Это, кстати, очень интересная история. Мне присылает Макс Дема, я слушаю, думаю, такой, надо его познакомить с одним чуваком, которого я знаю уже лет 10. Это была такая астраханская рэп-группа, и он там делал музыку. И сейчас все знают, что он в Москве, пишет многим артистам и так далее. Думаю, надо их сконнектить, потому что звук очень похож. Я пишу ему, говорю, так и так, ты не хочешь поработать с Максом свободно? Он говорит, а мы уже делаем трек. То есть как раз этот трек, который он мне прислал, это уже он делал. Уверен ты, что это очень интересная история. Интересная, интересная. Да, интересно. И я такой слушаю этот трек и думаю, а Максим, пошел-ка ты подальше, напишу-ка я туда второй куплет сам. Записал туда второй куплет, просто поставил его перед фактом, говорю, все, теперь там мой второй куплет. И как ты Максиму это пережил? Он сначала сопротивлялся. Немножечко сопротивлялся. А что? А все, уже поздно. Так, версия Максима, пожалуйста. Нет, все так и было, все так и было. Ну а вот сейчас ты понимаешь, что вот целостное звучание, что без этого второго куплета, она бы такой классной, эта песня не была. Нет, я уверена, что она была бы. Признаем потом еще, мне надо с этим еще немного, да, история покажет. Слушайте, мне кажется, в этом месте нужно призвать всех ваших поклонников, которые у вас были до этого момента и которые сейчас прибавились, услышавте в эфире телерадиоканал «Страна.ФМ», где можно эту песню разыскать, где ее можно скачать и где за нее можно проголосовать. Пожалуйста. Где за нее можно заплатить. Везде вы можете ее, можете заплатить, можете не платить и послушать ВКонтакте полчаса, там бесплатно можно, а можно подключиться на Apple Музыку или Яндекс Музыку или Google что-то там. Apple Музыку или Deezer или Spotify, везде, на всех бесплатно можно послушать. Слушайте, но самое классное, ведь это живьем, вы когда на концерте-то вдвоем вот так вот жахните, как здесь сегодня в студии? А мы сами ждем этого момента, потому что сейчас у нас, как я уже говорил, тур идет, шоу песни. Очень хотим, чтобы в тур вставили нашу песню. Да, мы очень хотим, чтобы эта песня попала в туровую программу, но это все не очень просто, потому что там целое шоу ставится, инсталляции эти, видео, свет прописывается и так далее. Возможно, его добавят в следующий этап. Я думаю, что ее добавят, если она бахнет прям сильно, если она станет популярной, эта песня. А я думаю, она бахнет. Либо если наши скромные и ненавязчивые поклонники заспамят комментарии официальных аккаунтов. Слушай, ну радио же они заспамили, ничего у нас на радио не взяли на то, которое заспамили. А вдруг возьмут? А если они заспамят комментарии в ваших там пабликах, в социальных сетях? Да мы-то возьмем, мы-то возьмем, мы же в восторге от вас, ребята. Мы-то возьмем, он, конечно, говорит. Нет, не правда. Это неправда. Кстати, по поводу поклонников, ребята, все, кто слушает нас сейчас, напишите, что-то, я не знаю, что это за звук, что у нас скрипит, подскрипывает, может быть, отваливается. В общем, 8909. Это я старый просто уже. 928-1-89-9, в WhatsApp, Viber и SMS-сообщение. Пишите, все поклонники. Пишите, пишите. Да, пишите, а я прочитаю. Viber у них. Понял, вы, Вайбер, не надолго. Ибится прямо сейчас на телерадиоканале «Страна ФМ», и ребята говорят, что они очень серьезно конкурируют с Филиппом Петровичем. Да ни в коем случае мы не конкурируем с Филиппом Петровичем, вы что? Вот он на первом месте. Он на первом месте просто, да. А мы делаем так, чтобы он просто не расслаблялся, держался в тонусе, да. Не, подожди, я был на первом. Ну, я тоже был на первом чуть-чуть, а потом и биться все снова стало. Да, и биться оно все конек. Да. Слушайте, смотрите, какое хорошее пришло сообщение. Передайте PLC, что он невероятнейший музыкант, безумно харизматичный и талантливый. Очень ждем его новые альбомы сольных концертов. Это все фотошоп, чтобы собрать классы. Подожди, это еще не все. Сережа, твой новый трек «На вылет» — это магия, просто разносит всех и вся спасибо. Сережа, а что это за трек «На вылет»? Ну-ка расскажи-ка. Это песня, это песня очень личная и очень важная для меня. И это первая песня, которую я выпустил и, в принципе, доделал после шоу. И более того, это первая песня, в которой я столько пою. То есть я рэпер вообще. А что-то я уже сомневаюсь, что ты рэпер, Сережа. Я уже больше рэпер, чем ты. Кстати, у Макса тоже есть рэп, он поделился по секрету, что... Я вам поделюсь по секрету, что на крайнем концерте в городе Сочи Макс вышел и зачитал со мной трек «Феноменалин», причем зачитал вот самую сложную часть, где там вот дабл тайм, вот эти все фаст флоу. Какой молодец. Молодец. А я учусь петь, я учусь петь, да. Простуженный сегодня, но буду стараться петь, поэтому вы мне там, если что, будете подпевать. Подожди, подожди, а я хотела спросить, а в смысле ты учишься петь? Ты прям ходишь на вокальные курсы или Макс? Ты говоришь, ну вот так вот. Нет, конечно, вы что? Сережа, что ты там учился, это вообще невозможно такое. Он даже на саундчек не ходит нормально, даже не репетирует песни никогда. Он говорит, я выйду на сцену и почувствую сцену, и сделаю все как надо. Так не работает, надо порепетировать немного. Это искусство. Иди в жопу. Нет, ты знаешь. А, так, ну и ноточку. Ну ты знаешь, Максим, он, между прочим, делает все как надо. И сейчас он нам это продемонстрирует. Ну я попробую, да. Ну что, заряжайте нам песню. Только музыку поргомчим сделайте, пожалуйста. Еще громче можно музыку? Ты танцуешь на песке одна Ты горяча, что вам не дать снег Детка, мы же на одной волне Ага, детка, мы же на одной волне Ага, ты танцуешь на песке одна Морешь сильно, но в тоске по нам Я допиваю за успех до дна Волна стирает на песке Мы так и не смогли догнать Мы так и не смогли понять Мы же были на одной волне Ага, детка, мы же на одной волне Ага У-у-у-у Я хотел бы не знать тебя Но это так обязательно Ведь без этого всего Мы бы были другими Если бы прошла по касательной Не умирал бы из-за тебя Но такие, как ты, проходят на вылет Ты казалась такой взрослой, когда улетала Поставленная целью на жизнь Карьера, карьера, четкие планы Но жизнь не имела в виду, что все будет гладко и просто Теперь я смотрю на тебя и вижу ребенка, что потерялся на перекрестке И я хотел бы помочь тебе, но кажется я закончился У нас была целая жизнь, теперь у нас ровно полчаса под сорванными крышами И мне пора обратно, ведь все, что обо мне, ты слышала наглая правда Мы прячемся от вспышек, туда, где потемнее Прикинь, они хотят меня под песни о тебе Перед тобой море, мои флаги на ветру Я целую горизонт и танцуешь на берегу Я хотел бы не знать тебя Но это так обязательно Ведь без этого всего мы бы были другими Если прошло показательно Ты умирал бы и за тебя Каждую ночь Но такие как ты Проходят на вылет Ей, 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 вилет, вилет, вилет Вилет, вилет, вилет Но такие как ты Проходят на вылет Yeah, no, 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 baby, вы такие, как ты, проходят на вылет, на вылет, на вылет, на вылет. Слушай, а как же ты поешь, когда у тебя не болит горло? Прямо сейчас была такая экспрессия, какой ты молодец. Спасибо. Спасибо, я сейчас помолчу пока, у меня голосовые связки. Слушай, тут, Сережа, пока ты молчишь, такое дело. Сережа, дай Максиму подзатыльник. Это зачем? Хватит, не надо, я уже взрослый мальчик. Ну ладно, мы тут пока разберемся, кто взрослый мальчик, кто взрослая девочка, а вы послушайте мне эту симпозицию. Прервемся, ребят. Москва сегодня зажигает, в гостях у нас Максим Свобода и Сергей PLC. Ребята, вы такие крутые. Привет, привет, все. И, естественно, не только я отреагировал на всю вашу харизму, пацаны, потому что девчонки, я так понимаю, спрашивают все про личную жизнь. Спрашивают, а что там у Максима с Кристиной, а что там у Сережи с Зимой. А что у тебя с Зимой, Сергей? А что с Кристиной? У меня с Кристиной все отлично, мы записываем новую песню. Ага, а что за песня? Ну и с Зимой тоже мы переписываемся в телевизорах. Переписываются, ребята. Ну, в общем, все у них хорошо с личной жизнью. Кстати, тут очень-очень сильно просят задать вопрос, когда у вас и будет ли вообще совместный тур? Совместный тур? Бум-бум! Максим вот обмолвился в прямом эфире. Прикольная, да, идея? В наших социальных сетях, на которые вы все подписываетесь обязательно. Подпишитесь на наши социальные сети. И узнаете обо всем оттуда. Не, на самом деле у нас есть идея, у нас появилась мысль о том, что можно было бы сделать совместный тур какой-то. Ну, я надеюсь, что эта мысль, она будет реализована. Да, после тура песни. И еще я знаю, что у вас прям вот сейчас, буквально завтра-послезавтра, вы приступите к реализации клипа. Съемки клипа! На песню «Ускориться». На «Ускориться». А потом я буду снимать клип на новый вылет. Очень интересно. Слушайте, как здорово. А сколько примерно будете снимать по времени? И если можно приоткрыть тайну, какой там сюжет? У нас будет сутки съемок точно. Мы с утра снимаемся прям до ночи. А чего там все будет, вы, конечно же, никому ничего не расскажете. Ну как же так, ну чуть-чуть, ну эксклюзивчик. Это будет клип на тему современной поп-культуры и общества этой культуры массового потребления. Про соцсети опять же. Нет, не только. Но там будет про соцсети. Слушайте, просто Сережа очень хочет рассказать про соцсети. Сереж, давай, начинай. Говори, где тебя в соцсетях нужно лайкать и положить. Потому что, на самом деле, если сегодня вы хотите следить за артистами и ничего не пропускать, нужно обязательно подписываться на соцсети. Потому что все анонсы клипов, концертов, все-все-все там. Максим, он, кстати, в Инстаграм, он такой. Ай, 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 макс, а я такой, ай, мплс, все. Ну вы найдете. Мне кажется, Максим сейчас обрушит просто все наши соцсети, все наши телефоны, потому что уже ребята пишут. Как это не берут? Мы не формат. Обычно нас приглашают поговорить, говорят, вы такие веселые ребята, вы такие классные. Но треки в эфир не ставят. На фронтацию не берут. Я не знаю, я вашей песней поражена, мне кажется, что эта песня стопроцентный натуральный хит, она должна звучать и она будет звучать, я в этом абсолютно уверена. Дай бог, дай бог. Да, спасибо вам огромное, что вы пришли. И я надеюсь, что когда, значит, вы снимете два клипа, один будете сутки снимать, второй сутки, потом как выводится монтаж месяца три. Потом поспимся, как говорится, выспимся. Поспать нужно обязательно. Придете презентовать клип? Обязательно. Приглашу. Я уже прям заранее приглашу. Вот по тому телевизору показывали. По тому телевизору покажут? И по тому, и по тому, который в коридоре везде покажут. По телевизору и мало того, по радио тоже будет. А за пределами этого здания? Об этом надо отдельно договариваться. Спасибо тебе большое за то, что нас пригласили. Было же приятно прийти к тебе в гости. Замечательное утро. И вы клевые. Ой, как классно. Да, давай. А мне? Держи. Опа. Все. Что? Ребята, спасибо. Максим Свобода. Сергей Пелси. Это было «Утро» на телерадиоканале «Страна ФМ». Ребята, я с вами тоже прощаюсь. Это уже к вам я обращаюсь, слушатели и зрители. Услышимся завтра в 7 часов утра. Меня зовут Валерия Майорова. Пока-пока. Счастливая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова